Всем привет! Как рассказывал во второй части Бандитского Крыма, Евгений Хавич организовал свою преступную группировку, состоящую из охранников его игорного заведения, которое в народе получило название «Казино». Первоначально бригада создавалась непосредственно для охраны казино, а также для выбивания денег с проигравшихся. Суммы, которые проигрывали в казино ЖИДА, впечатляют. За один вечер приезжие бизнесмены могли оставить в заведении около миллиона долларов. Кто-то после крупного проигрыша начинал играть в долг. И, как правило, такие люди, пытавшиеся уже уйти не с выигрышем, а вернуть то, что проиграли, оказывались в еще большей просадке. Таких приходилось останавливать и предъявлять счет, но платить уже было нечем. Поэтому неудачного игрока в дополнение к сумме проигрыша ставили на счетчик. И за исполнением денежных обязательств отвечала охрана. Известен случай, когда в казино Хавича проигрался один из молодых московских хирургов. За два часа он проиграл всю имеющуюся наличность и через пару часов написал расписку, что должен сумму в размере стоимости его московской квартиры. Уже под утро расписок было несколько. В дальнейшем два боевика ЖИДА приедут в гости к этому человеку и будут находиться у него до тех пор, пока он не переписал на одного из парней свою недвижимость. А хирург с женой маленькой дочкой вынужден был переехать жить к матери в Подмосковье. В дальнейшем, как говорили, этот человек развелся и спился. То есть крупные проигрыши ставили крест на дальнейшей жизни простых людей. Что уж говорить про тех, кто действительно в буквальном смысле слова лез после визита бандитов и осознания, что долг никто не забыл и не простил в петлю. Несмотря на то, что подобными делами с выбиванием денег могли заниматься боевики из Сейлема, которые все время крутились в заведении Хавича, ЖИДА решил дистанцироваться от структуры, подконтрольной Слатвинскому, завязанной в криминале, и расширять свою бизнес-империю, которая в то время без подразделения крепких и отчаянных парней не могла существовать. С ЖИРАФом он продолжал вести дела, но уже существовала четкая грань. Все, что контролировал Сейлем, было за Слатвинским, а бизнес Хавича оставался за ЖИДА. К этому времени, как в Симферополе обозначилось ОПГ-казино, в группировке Дзюбы Сахана появился еще один лидер. Но об этом чуть позже, а пока хотел бы отметить, что на видзоне вышли новые видео про крымскую бригаду братьев Бестаевых и зеленодольскую ОПГ Курицынские, лидер которой в настоящий момент, находясь на пожизненном заключении, дает новые показания по убийствам 21-летней давности. Оформляя подписку на видзоне, вы тем самым оказываете большую поддержку в создании новых сюжетов. Могила криминального авторитета Виктора Башмакова. В 80-е годы проживал в поселке Гресс, затем перебрался в Симферополь. На этом видео дом Виктора Башмакова. По обе стороны от него дома, в которых проживали его сводные братья. Вообще, до того, как встать на путь криминала, Виктор работал водителем на Симферопольском винзаводе. Развозил на своей фуре по всей территории Украины алкогольную продукцию, произведенную в Крыму. Несколько раз в конце 80-х – начале 90-х попадался работникам ОБХСС с липовыми накладными. Как оказалось, Башмаков работал в связке с некоторыми сотрудниками винзаводов, которые, пользуясь своим должностным положением, списывали партии алкоголя как производственный брак. Затем делали на него липовые накладные. И Башмаков развозил выведенную из легального оборота продукцию по торговым предприятиям, также участвовавших в этой схеме. Но до судов дела не доходили, несмотря на то, что пару раз фуру задерживали. Видимо, у организаторов схемы были хорошие связи в правоохранительных органах. На рубеже 89-го года у Башмакова происходит знакомство с Владимиром Гужевым, который привлекал дальнобойщика к левым заказам. Для кооператоров, которые находились под крышей Гуни, Башмаков развозил, как говорили, мясную продукцию, получая за эту работу на стороне реальные деньги. Затем, с наступлением у Гужева черной полосы, заказы на перевозке резко сократились. И Башмаков продолжил работать на предприятии, ища среди отколовшихся бригадиров авторитета новую подработку. В какой-то момент на заводе, где работал Башмаков, появились люди Дзюбы и Сахана, которые предложили менеджерам по закупкам хороший откат за заключение контрактов на поставку своей продукции заводу. В этот момент и произошло знакомство Виктора с Саханом, который как раз в то время искал себе водителя и по совместительству телохранителя. Дальнобойщик, про которого Ткачев уже был наслышан по работе с Гуней, предложил авторитету свою кандидатуру на эту должность. И Сахан согласился. Не последнюю роль здесь сыграл и тот факт, что Башмаков, возя контрабандный груз, уже зарекомендовал себя, работая на бандитов. То есть для Ткачева, Башмаков был своим человеком, которого можно было не опасаясь посвящать в криминальные дела. И уже в скором времени, ежедневно находясь при Ткачеве, Виктор успел поучаствовать в вымогательстве денег с очередного предпринимателя. Сахан, видимо, его рвение оценил, потому что бывший дальнобойщик, наряду с обязанностями личного водителя, начал заниматься и рэкетом подшефных кооператоров. Довольно быстро Виктор Башмаков посвящался во все подробности преступных дел бригады и даже пригласил в ее ряды своих сводных братьев – Павла Шолохова и Станислава Камягина. Вот его могила. Те, естественно, согласились примкнуть к объединению Дзюбы-Ткачева, так как сами еще с конца 80-х промышляли рэкетом, до этого во времена СССР занимаясь разбоями. В новой для себя структуре братья Башмакова не были в числе лидеров, но такое положение их вполне устраивало. Работать под крышей Алика и Сахана было для них безопасно. Когда в очередной раз Дзюба будет находиться под следствием сезона, этот раз будучи подозреваемым в покушении на людей жирафа и во главе бригады вновь останется Ткачев, его заместителем будет Виктор Башмаков. Так называемой резиденцией у группировки было кооперативное кафе «Иден». Именно здесь обсуждались все важные дела. Пока Дзюба находился под следствием, Башмаков предложил несколько перепрофилировать деятельность бригады, а именно основать свой крупный кооператив, в который войдут все подшефные ракетируемые предприятия. Также предлагалось вложить в это объединение и часть обчаковских денег. Ткачев, поразмыслив над идеей, видимо понимает, что его товарищ прав. И уже вскоре был организован кооператив «Русь», через который начали уже в то время, а это первая половина 90-го года, отмывать полученные криминальным путем деньги. Параллельно им еще один кооператив организовал из Латвински, который назвал с Эйлем, откуда и пошло название их группировки. Об этом говорил во второй части. Казалось бы, еще в 90-м году у них уже были большие деньги и легальный бизнес, но оставить рэкет бригады не могли и продолжали воевать за право контролировать тот или иной бизнес, и каждый считал, что он круче другого. На видзоне подробно рассказывал, как по протекции еще начинающего свое восхождение в крупный бизнес с Львами Римского к Сахану обратился коммерсант, прося защиты от Сейлема. Но пообещав разобраться, Ткачев наткнулся на непонимание со стороны Слатвинского, после чего начались стычки похищения и убийства, о чем говорилось в сюжете на видзоне. Между тем, начавшееся противостояние двух бригад Руси и Сейлема дало возможность бригадирам Сейлема, несогласных с политикой жирафа, нанести удар по своему шефу, сведя стрелки на Русь. Слатвинский даже не предполагал, что в начавшемся противостоянии он оказался разменной монетой, и воевать ему надо не только с явным врагом, но и с внутренним. Один из участников Сейлема Евгений Гусев позвонил на домашний телефон жирафа и сказал, что тому надо подъехать к их кафе, якобы там находится человек из Руси, который собирается сообщить ему важную информацию. Незадолго до этих событий жираф был похищен и затем благополучно совершил побег, убив одного из пленителей, о чем рассказывал на видзоне. И по словам Гусева, тема разговора как раз касалась его похищения. По факту все так и было. Гусев не принадлежал коалиции недовольных бригадиров и действительно хотел помочь шефу в его борьбе с Русью. Но в тот момент в заведении находились и те, кто, являясь подчиненными жирафа, уже организовывали на него неудачное покушение. Поэтому Гусев своим звонком, выманившим шефа, дал им еще один шанс устранить босса. Правда, на этот раз все было спонтанно, приходилось действовать в торопях, чтобы организовать на подъезде к кафе засаду. Тем временем с Латвинский выехал к кафе, однако уже на подъезде к заведению его автомобиль был обстрелян. По случайности ни одна из пуль не попала в авторитета и вместо кафе он поспешил укрыться у знакомого в пригороде Симферополя. В это время его, вероятно, одолевали сомнения, не специально ли его ребята выманили его из дома по сговору с людьми Дзюба и Ткачева. Вероятно, он не мог предположить, что никакого сговора не было, просто он стал мешать своим же бригадирам. Но как бы то ни было, уже через несколько дней верные люди жирафа привозят к своему шефу Евгения Гусева, который сделал в каком-то роде роковой звонок. И при виде с латвинского Гусев стал оправдываться, что он не знал про покушение, которое произошло сразу же после его звонка. В конечном итоге Евгений рассказал, что действительно ждал жирафа в кафе в компании участника ОПГ Дзюбы. И тот рассказал ему, что в похищении с латвинского участвовал некто Коля Буряко из окружения Дзюбы. Лидер Сейлема отдает команду расправиться с Буряко, который после этого пропал без вести. Следующий удар жираф наносит в отношении бизнес-партнера Руси, директора одного из кооперативов, который имел много торговых точек на побережье в Ялте. Уже знакомый по прошлым частям взрывник изготавливает адскую машину и ее устанавливают под дверь директора кооператива. Но, как всегда, со взрывчаткой произошла накладка. Взрыв прогремел, когда директор еще не вернулся домой. Следующий ход был за Русью. Участник их группировки выследил с латвинского и прямо среди бела дня на улице открыл огонь по авторитету из автомата. Но и на этот раз жирафу повезло. Как и Бужев, он был словно заговорен. Либо киллеры были еще неопытными, впервые вступив на этот путь, только набирая опыт. Когда парень выпустил очередь, где-то закричала женщина. И убийца, озираясь по сторонам, быстро побежал во дворы, как говорили многочисленные свидетели. Автомат он так и не бросил, прижав его рукой к боку. Этим же вечером неизвестные обстреляли в одном из заведений людей с латвинского, после чего милиция задержала Олега Дзюбу, которого и подозревали в организации этого преступления. В заключении он проведет полтора года, за которые на свободе произойдет ряд судьбоносных событий. После очередного покушения жираф решил покинуть неспокойный Крым, оставив бригаду на своих замов и нелегально переправился в Польшу. Здесь уже жили его знакомые, занимавшиеся автоугонами, азартными играми и тем же рэкетом соотечественников. Говорили, что с латвинский присоединился к ним и вскоре стал одним из местных крестных отцов, как некогда в Крыму. Так ли это было на самом деле, доподлинно неизвестно. Зато известно, что выправив документы, жираф на некоторое время уехал в Москву, где встречался с одним крупным российским авторитетом, впоследствии ставшим авторитетным бизнесменом. Его он уговорил инвестировать большую сумму в его польский бизнес. Как говорили, с латвинский учредил компанию, которая собиралась основать сеть казино. Но по неизвестным причинам дело не пошло, а деньги, которые дал московский авторитет, возвращены не были. При очередном посещении Москвы у жирафа неизвестные сожгли автомобиль, на котором он приехал. После этого, чтобы не искушать судьбу, он уехал обратно в Польшу, оставаясь должником московского авторитета. Несмотря на свое полулегальное положение, с латвинский не терял контроль за своей бригадой. С его подачи начался процесс вхождения во власть людей, которые были связаны с группировкой. Это, кстати, и определит дальнейшую судьбу некоторых участников ОПГ, ушедших в политическую жизнь. Как далеко зайдут его начинания и какой вес на политической арене будут играть его ставленники, жираф уже не узнает. В апреле 1992 года Олекс Латвинский был застрелен на вокзале в Варшаве. Свидетелей убийства не было. Его тело привезли в Крым в закрытом гробу, потому что, как тогда объясняли, оно начало разлагаться. При этом гроб почти двухметрового жирафа почему-то был небольшим. Через несколько лет останки хотели эксгумировать и провести экспертизу, чтобы убедиться, действительно ли похоронили Слатвинского, а не кого-то другого, но не эксгумировали. А в 2000-х уже никого не волновало, жив жираф инсценировав свою смерть или нет. Однако, как говорил источник, у Слатвинского действительно был затяжной конфликт со своими же соратниками по группировке, из-за чего его и убрали свои же, а не люди-дзюбы, как приписывали журналисты. В 1993 году скончался отец Олега, так и не пережив смерть сына. В 1995 году умерла его мать. Между тем, после смерти жирафа власть группировки взяли другие люди, продолжившие борьбу с Русью, у которых отчаянный дзюба, как говорил, в тот момент находился в заключении. Во главе ОПГ, пока главарь сидел, остались Сахан вместе с Башмаковым и продолжили войну. После очередной разборки с Сейлемовцами, вылившуюся в убитых и раненых, Качев попал в поле зрения силовиков. Узнав, что его подозревают в организации убийств, он успевает уехать в Сухуми, где проживал в одном из санаториев. Однако в Симферополе был арестован один из подчиненных Сахана, который сдал местонахождение своего шефа. В итоге в Сухуми была направлена ориентировка, и местные правоохранители пожаловали в санаторий. Персонал по фото опознал постояльца, и администратор сказал, что в данный момент разыскиваемый силовиками мужчина находится в море, на арендованном на сутки катере. В итоге стражам порядка пришлось также воспользоваться катером, чтобы провести задержание криминального авторитета прямо во время его морской прогулки. Впрочем, Ткачев, находящийся на катере вместе с тремя охранниками в компании трех девиц, сопротивления оказывать не стал. Когда его доставили в номер санатория, пытался дать взятку главному группы захвата. Но тот оказался неумолим, и авторитеты этапировали в Семперополь. Чтобы не пойти по статье, Александру Ткачеву пришлось подключить все свои связи и лечь на некоторое время в психбольницу, где за большую сумму ему должны были сделать определенный диагноз, который бы отмазал его от тюрьмы. Пока авторитет дожидался нужного ему решения, по его душу в больницу приходили киллеры. Зайдя в больничную палату, открыли из автоматов огонь. Однако, как и многим крымским криминальным деятелям, Сахану в тот раз повезло. Он получил ранение и потерял сознание. Убийцы, посчитав, что жертва мертва, быстро ушли. Но Сахан был жив. Ранение оказалось несерьезным. Ему сделали операцию и затем вновь отправили в психлечебницу. Как ему сказали, скоро будет сделан нужный диагноз, по которому суд оставит его на лечение, после чего он может за деньги уйти, продолжая числиться в больнице. Но не судьба. 22 ноября 1993 года посетить мнимого больного пришла родственница. Авторитет вышел к ней, не чувствуя подвоха. И был убит прямо у нее на глазах в приемном отделении. На этот раз киллер стрелял из пистолета. Зюба, как известно, все еще находился в заключении. Поэтому после убийства Ткачева, с подачи бригадиров, Виктор Башмаков стал единоличным лидером ОПГ. Его замами были сводные братья. С этого момента Башмаков начал поиск убийцы Ткачева. И знакомый оперативник поведал ему интересную историю, что незадолго до ликвидации Сахана в больнице задержали некую Ольгу Комарову и ее сожителя Ковалева, при которых были обнаружены пистолеты ТТ. Правда, обоих пришлось отпустить по неизвестной причине. Ковалев входил в ближайшее окружение к Олегу Дзюбе. Поэтому Башмаков сделал вывод, что Ткачева заказал их же соратник Алик, который всегда и во всем хотел быть первым и лучшим. Но таким стал у него Насахан, который все время был в руководстве бригады, в то время как Дзюба, действуя в угоду общих интересов, покушался на их оппонентов и постоянно отправлялся в СИЗО. То есть, пока Алик, что называется, тянул лямку за всех, Сахан, находясь на свободе, укреплял свое положение в бригаде. Естественно, что Дзюбе это казалось несправедливым, и он прямо из СИЗО организовал убийство своего соратника. Но это лишь одна из версий, которую никто в дальнейшем не пытался опровергнуть. В общем, как бы то ни было, большая часть группировки осталась теперь за Башмаковым. С этого момента она стала называться ОПГ Башмаки. Но естественно, что не все поддержали Виктора. Некоторые считали, что Дзюба, выйдя из заключения, должен встать у руля. Боевики с такими настроениями покинули Виктора и в дальнейшем присоединятся к Алику, когда он выйдет на свободу. А пока Алик сидел, похоронили Александра Ткачева. На похоронах, которые были 25 ноября 1993 года, присутствовал и тот самый Ковалев, которого Башмаки считали убийцей. Его сопровождали знакомые, Федин и Авакян. После похорон состоялся поминальный ужин, на котором эти трое тоже присутствовали. Поминки проходили в офисе предприятия Рома, располагавшемся на улице Солнечной в селе Пионерском Симферопольского района. Сюда же примерно в 5 часов вечера приехали вооруженные Башмаки. По приказу Башмака член банды по прозвищу Карась и его подчиненные под дулом пистолета вывели Ковалева из офиса Ромы, затолкали в автомобиль Гранд Чироки и вывезли к озеру, расположенному вблизи села Пионерского. Ковалев, чувствуя неладное, пытался оказать сопротивление, но его несколько раз ударили в лицо, после чего он уже не сопротивлялся. По бокам от своей жертвы сели двое боевиков. Когда прибыли к озеру, Ковалев отказался выходить из машины, вцепился руками в переднее сиденье и, дергая его, кричал, что он не убивал Ткачева, что это ошибка, его оболгали. Но палачам на эту тираду было наплевать. У них было конкретное задание расправиться с Ковалевым, а вдаваться в подробности за что – это уже не их дело. Дожидаться, пока он успокоится и выйдет из машины, не стали. Один из участников башмаков достал пистолет и выстрелил Ковалеву в шею, ранив его. Еще живую жертву башмаки вытащили из машины и положили на землю. После этого Карась взял у своего соратника пистолет и выстрелил Ковалеву в голову. Этот выстрел стал смертельным. Башмаки настолько верили в свою неприкосновенность, что даже не стали закапывать труп. Просто оттащили его к озеру и оставили на берегу, после чего уехали. В следующем в списке приговоренных у башмаков был знакомый Ковалева Федин, с которым тот приехал на поминки Сахана. Федин, как оказалось, просто стал нежелательным свидетелем. Он видел, что его друга увели и посадили в машину люди Башмакова. Поэтому пока с Ковалевым разбирались одни, с Федином разборались другие – Данила и Молдаван. Они подошли к нему на поминках и попросили выйти с ними на улицу. Как говорили, Федин был настолько напуган, что у него задрожали руки и он выронил столовый прибор. Но все же послушался боевиков Башмакова, которые также посадили свою жертву в автомобиль и также сев по обе стороны от нее, чтобы не сбежала. Поехали в лесной массив недалеко от села Дубки. Там без лишних свидетелей Федина застрелили тремя выстрелами в голову. Труп тоже прятать не стали, оставив лежать на траве. Спутника убитых Авакяна трогать Башмаки не стали. По некоторым данным, он был заодно с убийцами. И, идя на поминки, уже знал, что его друзей ждет ужасная участь. Когда Олег Дзюба вышел из заключения, Башмаки убили одного из его верных людей Сергея Тимофеева по прозвищу Джон, который был при Дзюбе еще со времен Гуни. И когда Башмаки выступили против Алика, Джон поддержал последнего, за что и поплатился. В общем, Дзюба остался в меньшинстве. Теперь коммерческие точки, ранее контролировавшиеся Дзюба и Саханом, перешли под контроль Башмаков. Олегу вновь пришлось создавать свою бригаду и по-новой ставить коммерсантов под свою крышу. Олег создает корпорацию Каштан Сервис, чтобы у правоохранителей не было к нему вопросов. Теперь он официально числился директором этой корпорации. Но это все было для отвода глаз. На самом деле люди, связанные с Каштан Сервисом, занимались выбиванием долгов, а также рэкетом. В то время, как и другие лидеры группировок уже делали попытки легализации, Алик все дальше влезал в криминал. Не было у него коммерческой жилки, да и не хотел он идти в коммерцию. Как говорили, была у него все-таки возможность присоединиться к башмакам, лидер которых умело совмещал черные методы работы с легальным бизнесом. Но находиться на вторых или даже третьих ролях в бригаде, которую он когда-то и организовал и возглавлял, он не мог. Поэтому залезал на территорию других группировок в попытках урвать кусок и здесь. В итоге на Дзюбу были организованы покушения. Так, в 1993 году его хотели взорвать, но бомба, которую вез для него киллер, взорвалась в его машине. Такое уже происходило в Симферополе, когда подорвались люди самого Алика, возят с собой взрывное устройство еще во время противостояния с Гуней. В том же 1993 году на Алика покушались у поликлиники, где он проходил обследование. Когда авторитет вышел и сел в свою машину, выскочившие из-за кустов два киллера начали стрелять из автоматов. Трое спутников Дзюбы погибли на месте. Сам он, раненый в руку, бросился бежать к центру города. Преследовать его среди бела дня не решились. Еще одной акцией соперников был подрыв штаб-квартиры бригады Дзюбы в баре Каштан. Кстати, Олег освоил еще один способ заработка. Он занимал у знакомых крупные суммы денег. Не давать в долг человеку, который был полным беспредельщиком, который не жалел ни своих, ни чужих, было опасно. Поэтому и представители криминального мира и бизнесмены давали в долг. Когда приходило время отдавать занятую сумму, Дзюба не отдавал. А напоминать о долге никто не хотел. Было всего двое человек, кто все-таки рискнул напомнить о просроченном долге. Этих людей нашли затем убитыми. Было ли это связано с долгом, так и осталось неизвестным. В общем, заем денег – это был один из способов вымогательства, который успешно освоил Алик. Были и случаи, когда он просил действительно крупные суммы у подконтрольных Башмаково-бизнесменов, а по сути своих вчерашних подшефных коммерсантов. Вроде и не вымогательства, а просто просьба, чтобы коммерсант просил защиту от Алика у крыши. Но и не дать денег жертва не могла. После того, как просьба Алика была выполнена, коммерсанты просто исчезали. И предъявить Дзюбе за невозврат долга никто не мог. Параллельно вымогательствам, бригада Дзюбы, состоящая теперь всего из шести человек, стала заниматься и заказными убийствами. В общем, Алик занимался исключительно криминальной деятельностью, в то время как те же Башмаки уже работали на легальных основаниях с банками, страховыми компаниями и другими финансовыми организациями. В какой-то момент Дзюба встречается с Виктором Башмаковым. Никаких претензий на той встрече никому не предъявлялось. Просто Дзюба решил занять крупную сумму денег у своего бывшего соратника. И Башмаков, понимая, что никакой опасности Дзюба для него не представляет, деньги одалживает. Сумма, если верить информации, была действительно огромной. Когда пришел черед возврата долга, Башмаков, наверное, единственный небоявшийся беспредельщика, напомнил, что необходимо вернуть деньги, иначе пойдут проценты на эту сумму. А Дзюба, вероятно, заранее спланировавший всю операцию, чтобы одним ударом убить двух зайцев, остаться при деньгах и отяснить Башмакова от некоторого бизнеса, дает указание своим боевикам убить Виктора Башмакова. К тому времени лидер Башмаков уже вел переговоры о сотрудничестве на легальном поприще с севастопольским крестным отцом Евгением Поданевым. Произойди союз двух крупнейших группировок Крыма, неизвестно, как сложилась бы криминальная история полуострова. Но в итоге расчетливый Дзюба погубил обоих авторитетов. В течение недели киллеры вели за Башмаком наблюдения. В итоге вычислили дом в Укромном, где жила мать Виктора, к которой он часто заезжал в гости. Там и решили совершить покушение, когда авторитет в очередной раз приедет навестить мать. Расчет делался на то, что в любом случае у выезда с перекрестка на Укромное на основную трассу, вот это место, машина должна будет притормозить и у киллеров будет какое-то время, чтобы расстрелять стоящую машину. В назначенный день, 21 июля 1994 года, около 10 часов утра, группа наблюдения за домом оповестила основных киллеров, что заметили две отъезжавшие от дома Башмакова машины. В передней находился сам Виктор, сзади машина сопровождения. Киллеры на мотоцикле выдвинулись к ответвлению дороги. Здесь машина Башмакова действительно остановилась, пропуская автомобиль, движущийся по главной дороге. В этот момент появился мотоцикл. Как говорили затем свидетели, парень, сидевший на заднем сидении мотоцикла, вскинул автомат и хладнокровно расстрелял водителя. Затем хлестанул очередью по машине сопровождения и отшвырнул разряженный автомат. Мотоцикл спокойно развернулся, взревел и скрылся с места происшествия так же внезапно, как и появился. Виктор Башмаков скончался по дороге к ближайшему медпункту в центральном аэропорту. Получил пулю и один из охранников, сидевший в машине сопровождения. Успешно завершив операцию, киллеры помчались к селу Дубки, где сожгли мотоцикл в лесопосадках и пересели в заранее приготовленную машину. В дальнейшем Дзюба распустил слухи, что убийство Башмакова организовал севастопольский авторитет Евгений Поданев. Башмаки поверили в эти слухи, так как Виктор действительно вел какие-то дела с севастопольским авторитетом и, возможно, у него имелись причины расправиться с их лидером. И Поданев был убит прямо на поминках по Виктору Башмакову, но это уже другая история. Затем всплыла та самая история с долгом Дзюбы, которую он не возвратил Башмакову. И соратники убитого авторитета поняли, что Поданев стал жертвой оговора. После этого на Дзюбе его людей устроили охоту. Уже через несколько месяцев после убийства Башмака трое участников бригады Алика были остановлены на дороге с сотрудниками ГАИ, которыми оказались переодетые Башмаки. Избив их тут же на дороге, Башмаки затем увезли жертв в лесополосу, где убили. Чувствуя, что вскоре он сам может стать жертвой, Дзюба с семьей улетает в Германию. С этого момента, вторая половина 1994 года, его бригада заметно сдала свои позиции в Симферополе. Затем, в начале 1995 года он решает вернуться в Крым, где у него уже было очень много врагов и восстановить свои позиции уже было невозможно. 21 января того же года Дзюба с женой и дочерью прилетел рейсом из Франкфурта на Майне. Видимо, противники заранее знали о его возвращении именно этим рейсом, так как у киевского аэропорта Дзюбу уже ждали киллеры. Они и открыли по нему огонь, когда лидер бригады беспредельщиков вышел с семьей охраны из здания аэропорта. Двое телохранителей были ранены. Нападения они явно не ожидали, неся чемоданы шефа, вместо того, чтобы смотреть по сторонам. Никто не успел достать оружие. Алик также получил ранения, правда не смертельные. Зато его 13-летней дочери Елене пуля попала прямо в лоб. Девочка скончалась на месте. А киллеры, так и не ликвидировав основную цель, скрылись. Но здесь надо отдать должное правоохранительным органам. Уже через несколько часов милиционеры обнаружили машину с находящимися в ней стрелками. Ими оказались двое активных участников УПГ Башмаки. В дальнейшем один из киллеров, а также заказчик убийства, получит исключительную меру наказания. Второй, стрелявший в Дзюбу, будет приговорен к 14 годам заключения. Между тем, через неделю после этого покушения, в лесополосе будет найден труп 23-летнего парня, сына Олега Дзюба от первого брака. Парня задушили и выбросили в лесополосе. Спрятать труп не пытались. Таким образом, показывая Алику, что полностью уничтожат всех его близких. С этого момента Дзюба и пообещал залить весь Крым кровью. У него еще оставались преданные и отчаянные боевики. Было оружие, имелись деньги. В начале лета 1995 года боевики Алика взорвали пять кафе и баров, которые контролировались башмаками. Также был взорван мебельный цех, основанный на деньги башмаков и принадлежащий одному из их авторитетов. Башмаки начали активные поиски Дзюбы. Он знал об этом и поспешил вместе с женой скрыться на территории России, где у него были налажены связи с Солнцевской группировкой, о чем говорил в сюжете на Видзоне. В Москве авторитет, возможно, одумался, потому что, по некоторой информации, на оставшиеся еще у него деньги приобрел через фирму своих московских покровителей квартиру в небольшом немецком городе Зигине, где намеревался поселиться и, возможно, начать новую жизнь. Оставалось только продать свое имущество в Симферополе, для чего он вместе с женой возвратился в родной город. Но на самом ли деле он собирался уехать, как говорил многим, неизвестно. Потому что, когда он возвратился в Симферополь, его жена Ольга подала документы о разрешении на ношение оружия. Либо она опасалась, что пока идет продажа их недвижимости, могут быть покушения на их жизнь. Либо же никуда Дзюба уезжать не собирались. В общем, 12 июля 1995 года Ольга в сопровождении двух телохранителей появилась в здании МВД Украины по Крыму, где встречалась с начальником главного управления внутренних дел Украины в Крыму Виталием Кереченко. Разговор касался как раз разрешения на оружие, которое Ольге необходимо было сделать в срочном порядке. Неизвестно, чем закончился их разговор, но после встречи Ольга с охраной села в красную девятку, которая поехала в сторону железнодорожного вокзала по обычному маршруту до своего дома. Но в районе вокзала машина была расстреляна с двух сторон неизвестными автоматчиками, одетыми в строительную робу. Ольга погибла, так же как 22-летний охранник и их ровесник-водитель. Дзюба узнал о гибели жены от милиционеров, поехал домой, где напился до беспамятства. Начальник милиции, зная, на какие действия способен Олег, дал команду своим подчиненным дежурить у дома авторитета, если он куда-то пойдет, следовать за ним. В общем, ни в коем случае не выпускать его из виду. Вокруг дома была выставлена охрана, бойцы спецподразделения «Беркут». Вскоре в квартиру к авторитету пожаловали и милицейские начальники, вместе с Кириченко, которые пытались у него узнать, кто может стоять за расстрелом. Дзюба ничего не сказал. Ночью, несмотря на сильное алкогольное опьянение, Алекс мог сбежать от охранявших его покой спецназовцев. Во дворе дома он добрался до своего тайника и, забрав оттуда пистолет ТТ и автомат, побежал в заранее оговоренное со своими людьми по радиотелефону место. Детей его ждали на машине. С тремя участниками своей бригады Дзюба доезжает еще до одного тайника, откуда уже извлекает гранату РГД и еще один автомат Калашникова. Из него он стрелял в воздух, когда БМВ на полном ходу мчится в поселок Гресс. В поселке Дзюба расстреливает кафе «Калинка», одно из мест сбора башмаков. Дело было глухой ночью, в помещении кафе никого не было, поэтому эта акция обошлась без жертв. Когда ехали обратно в Симферополь, машину остановили сотрудники ГАИ, и Дзюба, держа гранату, обещает взорвать ее прямо в салоне вместе с собой и находящимися с ним людьми. Практически все местные гаишники знали, кто такой Олег Дзюба, поэтому пропустили его машину, но затем связались с милиционерами и передали о происшествии. Между тем, несмотря на алкогольное опьянение, Олег понимал, что его машину теперь будут искать и отправляется к своим бывшим соратникам, позднее перешедшим к башмакам, братьям Бачевским, чтобы потребовать у них новую машину. Зайдя во двор, он убивает собаку, затем наводит пистолет на вышедшего к нему Бачевского, требуя ключи от его жигулей. Бачевский без разговоров отдаёт ключи от своей машины, на которой Дзюба со своими людьми уезжает. А дальнейшие события затем поставят под вопрос гибель Дзюбы и дадут основания полагать, что он инсценировал свою смерть. Кто-то утверждал, что авторитет даже не был пьян, просто имитировал сильное опьянение. Но так ли это было или нет, теперь никто не скажет. В общем, забрав жигули, Олег отправляет одного охранника к себе домой, чтобы тот зачем-то проверил, находится ли Беркут ещё у дома. Для чего это надо было, неизвестно. Возможно, чтобы спровадить ненужного свидетеля. Затем второй охранник был отправлен вообще за город, с каким-то пустяковым поручением. А Дзюба приехал к своему гаражу на Льдозаводской улице, где у него находился ещё один автомобиль. К тому времени охранник, отправленный к дому Алика, нарывается там на Беркут. Старшей группы допрашивает парня и узнаёт, что Дзюба ждёт его в гараже. Теперь вместо него туда отправляются силовики. Как только спецназовцы прикоснулись к двери гаража, раздался оглушительный взрыв. За ним ещё несколько. Начался пожар. Когда через несколько часов он был потушен, в развороченном автомобиле обнаружили обгоревший до неузнаваемости труп. Участник группировки Алика, который рассказал силовикам про гараж, утверждал, что в гараже был только Дзюба, поэтому это мог быть только его труп. Между тем, этот человек в сам гараж с Аликом не заходил, будучи задержанным в другом месте ещё до произошедшего взрыва. Но именно его слова были приняты во внимание, когда речь зашла о том, чей это может быть труп. По официальной версии взорвалась граната РГД, которой Дзюба угрожал гаишникам. И после этого взрыва сдетонировали боеприпасы, также хранившиеся в гараже. С этого момента ОПГ Олега Дзюбы прекратила своё существование. В следующей части будет про крымскую ОПГ греки, возглавляемой Константином Савопула, а также про дальнейшие разборки симферопольских и керченских бригад и судьбе Хавича. В общем, кто досмотрел до конца, не забываем ставить палец вверх и подписываться на этот канал на Телеграм и оформить подписку на наш канал на ВИДЗОНЕ, благодаря чему мы сможем и дальше делать для вас сюжеты. На ВИДЗОНЕ будет не вошедшая на Ютубе. На сегодня всё. Пока. mzk1.ru Подписывайся и держи руку на пульсе.